Библейский портал экзегет.ру представляет Сегодня на библейском портале экзегет мы продолжаем изучение книги «Деяний святых апостолов». И сегодня мы будем читать 11 главу этой книги. И мы читаем с первого стиха и ниже. «Услышали апостолы и братья, бывшие в Иудее, что и язычники приняли Слово Божие. И когда Петр пришел в Иерусалим, обрезанные упрекали его, говоря, «Ты ходил к людям, необрезанным, и ел с ними». Надо сказать, что среди первых христиан очень много было обрезанных, все они были ревнители закона, как о ней говорится в книге «Деяний». И, похоже, они считали, что Христос пришел только для евреев, и креститься в христианство могут только евреи, и только для них предназначено помазание от Духа Святаго. Как я уже говорил, пуповина между церковью и синагогой рвалась достаточно долго. Даже в IV веке, посмотрите, у святителя Иоанна Златоуста есть слова, они называются «Слова против иудеев», где он умоляет христиан не ходить в синагоги на еврейские религиозные праздники, а его паства была из греков. Но отношение к синагоге очень долгое время было такое трепетное, то есть пуповина рвалась очень долго. И теперь апостолу Петру надо оправдываться, почему он вошел в дом Корнилия Сотника, почему он ел с ними, пил с ними, потому что иудеям категорически запрещалось входить в дом язычников, под которыми понимали всех неевреев. Язычник – это значит языки, то есть другие народы. Петр же начал пересказывать им по порядку, говоря, «В городе Иопия я молился и выступление видел видение, сходил некоторый сосуд, как бы большое полотно за четыре угла, спускаемое с неба, и спустилось ко мне. Я посмотрел на него и, рассматривая, увидел четвероногих земных зверей, пресмыкающихся и птиц небесных. И услышал я голос, говорящий мне, «Встань, Петр, закали и ешь!» Я же сказал, «Нет, Господи, ничего скверного или нечистого никогда не входило в уста мои. И отвечал мне голос вторично с неба, что Бог очистил, того ты не почитай нечистым». Это было трижды, и опять поднялось все на небо». Петр рассказывает о том видении, которое он пережил. Это было видение от Бога. И главная цель этого видения – убедить Петра в том, что если Бог что очистил, то того нельзя почитать нечистым. А мы, христиане, знаем, об этом говорится в первом послании Иоанна Богослова, что Христос умер не только за грехи у веровших, но и за грехи всего мира, то есть за всех людей. Таким образом, своими страданиями, своей кровью он омыл весь род человеческий, предложив людям спасение. Но воспользоваться этим спасением могут только те, которые ответят согласием на действия Христа, покаются, примут крещение и будут запечатлены благодатью Духа Святаго. Петр продолжает свой рассказ. «И вот в тот самый час три человека стали перед домом, в котором я был, посланный из Кесарии ко мне. Дух сказал мне, чтобы я шел с ними, немало не сомневаясь». Его сомнения исходили из того предубеждения, что иудеи никогда не общаются с язычниками. Петр продолжает. «Пошли со мною и сии шесть братьев, и мы пришли в дом того человека. Он рассказал нам, как он видел в доме своем ангела святого, который встал и сказал ему, «Пошли в Иопию людей, и призови Симона, называемого Петром, он скажет тебе слова, которыми спасешься ты и весь дом твой». Получается, что для того, чтобы соединить христиан-иудеев с язычниками, которые хотят стать христианами, потребовались действия ангелов, которые открывают волю Бога и этим язычникам, и даже самим апостолам. «Когда же начал я говорить», продолжает свою апологию апостол Петр, «сошел на них Дух Святой, как и на нас вначале». Вот это уточнение «как и на нас вначале», он говорит это о Пятидесятнице, потому что в день Святой Пятидесятницы «с огненными языками, с даром иных языков сошел Дух Святой на апостолов». И здесь он подтверждает, что таким же видимым образом Дух Святой сошел и на пребывавших в доме Сотника Корнилия. «Тогда вспомнил я Слово Господа, как Он говорил, Иоанн крестил водою, а вы будете крещены Духом Святым». Вот здесь немножко непонятны эти слова. На самом деле говорил Иоанн Креститель, но, похоже, Христос воспроизводил эти слова, напоминая о том, как они прозвучали. То есть Иоанн Креститель говорил не свое, он говорил то, что получил от Господа, потому что о пророках сказано, что никогда пророческое слово не изрекается по воле человеческой, но изрекают его мужи Божии, будучи движимые Духом Святым. Петр продолжает. «Итак, если Бог дал им такой дар, как и нам, уверовавшим в Господа Иисуса Христа, то кто же я, чтобы мог воспрепятствовать Богу?» Выслушав это, они успокоились и прославили Бога, говоря, «Видно, и язычникам дал Бог покаяние в жизнь». То есть их это очень удивляло, потому что они воспринимали христианство очень локально, так, мясничково. Далее. «Между тем рассеявшиеся отгонения бывшего после Стефана, то есть после гибели архидиакона Стефана, прошли до Финикии и Кипра и Антиохии, никому не проповедуя слова, кроме иудеев». То есть вот это упрямство, что Евангелие можно проповедовать только иудеям, у многих это сохранялось. «Были же некоторые из них киприяне и киреницы, которые, придя в Антиохию, говорили Эллина, благовествуя Господа и Иисуса, и была рука Господня с ними, и великое число у веров обратились ко Господу». То есть все равно проповедь язычникам уже началась. «Дошел слух о всем до церкви Иерусалимской, и поручили Варнаве идти в Антиохию. Он прибыл и увидел благодать Божию». То есть увидел, то есть чудеса и знамения. «Возрадовался и убеждал всех держаться Господа искренним сердцем. Ибо он был муж добрый, исполненный духа святаго и веры, и приложилось довольно народа к Господу». Надо сказать, что в нашей православной среде тоже немало таких ревнителей, которые считают, что православие – это только для православных. и они очень подозрительно всегда смотрят на миссию обращения там сектантов, еретиков, иноверцев в православную веру. Очень подозрительно к этому относятся. Но если у человека есть качества, о которых здесь говорится, он был муж добрый и исполненный духа святаго, и веры, такой человек не будет брезговать никаким обращенным и всегда с любовью будет воспринимать обращение к Богу, даже тех, которые какое-то время находились далече от нас. «И приложилось довольно народа к Господу», прочитали мы. Далее. «Потом Варнава пошел в Тарс искать Савла и, найдя его, привел в Антиохию. Целый год собирались они в церкви и учили немалое число людей». И вот здесь очень важный момент, братья и сестры. «И ученики в Антиохии в первый раз стали называться христианами». Что значит христианин? Это значит Христов. Это значит себе не принадлежит. И мы знаем, с каким достоинством апостолы говорили о себе. «Я раб Иисуса Христа». Почему они говорили это с достоинством? Потому что раб Божий это не раб дьявола, не раб греха, не раб страха смерти, а свободный во Христе. Как и сказано, кто кем побежден, тот тому и раб. Христос одержал победу в наших сердцах, даровав нам жизнь и жизнь с избытком. И мы с достоинством говорим, мы рабы Божия. А раб Божий не является уже рабом ни для кого и никому. Далее. «В те дни пришли из Иерусалима в Антиохию пророки, и один из них по имени Агав, встав, предвозвестил духом, что по всей вселенной будет великий голод, который был при кесаре Клавдии. Тогда ученики положили каждый по достатку своему послать пособия братьям, живущим в Иудее, что и сделали, послав собранное к пресвитерам через Варнаву и Савла». Как мы видим, в древней церкви было служение пророков, и причем апостол Павел пишет, что он очень одобряет это служение пророков. «Возгревайте дар Божий, особенно, чтобы пророчествовать», пишет он в своих посланиях. Но в то же время, в 13 главе первого послания к Коринфянам апостол Павел пишет, что «языки умолкнут, пророчества прекратятся». «Языки умолкли тогда, когда возникли национальные поместные церкви и отпала необходимость проповедовать Слово Божие на иных, то есть иностранных языках. А пророчества прекратились в церкви, когда была написана последняя книга Библии, последняя книга Нового Завета, апокалипсис, в котором сказано, что если кто прибавит что-либо или убавит от слов книги всей, имеется в виду вся Библия, на того Бог наложит клятвы. Поэтому те, которые позволяют себе пророчествовать якобы после того, как Новый Завет, это вернейшее пророческое слово, уже дано нам, таковой богохульствует. Итак, мы видим, что первые христиане поддерживали друг друга и что они занимались такой взаимовыручкой друг друга и когда они узнали, что в Иерусалимской церкви бедственное положение в материальном смысле, они отправили, как бы сейчас сказали, гуманитарную помощь в Иерусалим через Варнаву и Савла. И это для нас пример, потому что о церкви Божией сказано, страдает ли один член, страдает все тело, мы всегда должны сопереживать за других наших братьев и сестер, которые оказываются в неблагоприятном положении и протягивать им руку помощи. Как и сказано в Писании, не оскудеет рука дающая. Редактор субтитров Корректор КОНЕЦ КОНЕЦ КОНЕЦ